Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы на очередном подкасте с нашими гостями из Алматы. Это знаменитые журналисты, которые стояли у истоков зарождения средств массовой информации в независимом Казахстане, Нурберген Махамбетов и Андрей Богомолов. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, всем привет! Азия-Доусы, я не знаю, будете ли согласны со мной или нет, является одним из символов независимости Казахстана. И, наверное, если я скажу о том, что Азия-Доусы являлась каким-то культурным шоком или, может быть, даже культурным событием, которое, наверное, перевернуло все наше сознание в то время, когда мы переходили от советских к независимому Казахстану, вот тогда, наверное, Азия-Доусы имела какое-то особенное значение для нас, для всех. Что для вас Азия-Доусы? Ну, не забывайте, что это было вообще начало государственности Казахстана, и мы тогда запахнулись сделать международный фестиваль. И не забывайте, что это было время без интернета общего, без WhatsApp и Instagram, без каких-то телефонных линий, без звонков по WhatsApp. То есть нам приходилось отсылать факсы, приглашать мировых артистов. На мне это, кстати, была задача. Я был директором пресс-центра фестиваля, и это было, ну, это да, это было в новинку, это было очень ново, и все были очень воодушевленные, потому что мы общались по телефону с какими-то потрясающими продюсерами, с музыкантами, потом мы всех встречали. Тогда толком-то и не было международных рейсов. В общем, это все было в новинку, да, это было очень-очень необычно. Я помню это время как время такого, знаете, для меня лично музыкального откровения и каких-то открытий совершенно потрясающих для себя. Вот. Конечно, сейчас, по прошествии времени, ты начинаешь понимать, что это стоило каких-то невероятных усилий гигантских, невероятных просто, чтобы это все организовать. Ну, организовали, сделали все. Андрей? Ну, я согласен, что это было как раз, наверное, то нечто, что привнесло вообще в жизнь и всех тех, кто этим занимался, творческих людей, и простых зрителей, слушателей. Что-то такое, какую-то новую волну, какого-то настроения, именно чего-то вот прям нового, такого интересного, чего-то того, что вот сейчас начинает происходить, а тогда начинали происходить самые новые, самые прогрессивные какие-то вещи. Это все очень захватывало, это, конечно, все очень было интересно. Тем более, что такое количество европейских, каких-то иностранных гостей, и звезд, интересных музыкантов. До этого ничего этого не было, поэтому это было, конечно, очень интересно, очень захватывающе. Надо сказать, что здесь креативность была во всем. Даже в музыкальной заставке «Азия да усы» отнюдь, это не формат советских времен, а «Азия да да усы», несколько раз повторяется этот слов. А вы тогда были молодыми людьми, может быть, которые обладали какими-то новыми западными познаниями, что-то новое вносили, какую-то инновационность в нашу культуру, в наше сознание, можно сказать. Может быть, вы принимали участие в этой музыкальной заставке? Я даже не помню. Я помню, единственное, я знаю, что женский голос в заставке принадлежал Гульнарину Сматовой, которая, по-моему, была ведущей. Это я точно знаю. А кто это делал? Андрей, ты не помнишь? Я вообще не знаю, кто это делал заставку. Ну, как-то да. Это, возможно, это сейчас, возможно, слушается довольно банально, но тогда это была, наверное, да, маленькая джингл-революция. Потому что, да, ну, это было необычно, да, и красиво было сделано. Сейчас я смотрел, когда последний раз был фестиваль, я посмотрел там. Ну, да, это смотрится довольно простенько, да, скажем так. По современным меркам, да, да, да. Ну, тогда это все-таки какой-то был год, господи, даже не помню. Когда, кстати, был первый точный год, я не помню. Не забывай, что... Какой? В 90-е. В 90-е. Впервые обозначен был как Алья Доусы в 1990-м году, но ведь до этого это было Алтын-Аумаха. Алтын-Аумаха, конечно, да. Да, почему Алтын-Аумаха? Ну, тогда вот только-только же... Ну, смотрите, получается, что мы только стали... Вышли из железного занавеса, да, у нас не было ни контактов, ничего. То есть все... Это было же все в письмах. Я вообще не представляю, как мы тогда общались с приглашенными музыкантами и как это все происходило. Я так хорошо помню разговор. Была идея пригласить выдающегося иранского музыканта, ну, Срат Фате Халихана. Я тогда с ним даже по телефону разговаривал. Мне пришлось из-за этого, чтобы поговорить с ним, ехать на главпочтамт, который находился там, ну, в театре Абая. И оттуда звонить, международный звонок, это же страшные деньги же стоило все. Не получилось, к сожалению, его привезти, но что-то там не срослось. Но сам факт, что это же сегодня можно сделать на WhatsApp-фанке, да, а тогда это было просто, ну, то есть, ну, это было невероятно круто поехать куда-то, звонить там, в Иран, договариваться с музыкантом мирового уровня. Ну, и все так было. Все было вот на грани вообще возможностей. Те факсы, которые были только отсылались с Казахтелекома, приходилось ехать туда, там в дом уже факсов не было. А вы помните Алтын-Алму? Вы принимали? Ну, вот, как раз именно Алтын-Алму, фестиваль, честно говоря, я не очень хорошо помню. Я помню, конечно, Азия до Усы. И Азия до Усы, знаете, у меня начался, ну, как-то не то, что начался, а мое знакомство, скажем так, с этим фестивалем, оно параллельно произошло с моим, так сказать, появлением именно на радио, тогда это было радио Максимум, Нурберген вот уже был там, я появился несколько позже, чем он, и это был как раз, по-моему, 91-й год, и вот в 91-м году радио Максимум был один из информационных партнеров этого фестиваля, мы освещали и дневники фестиваля, и делали оттуда репортажи, и вот я уже как один из работников этого радио, я был на этом фестивале, по-моему, впервые, Алтын Алмой я не помню, а Азия до Усы я помню прекрасно. Ну, кстати, с Алтын Алмой тоже, у меня совсем мало воспоминаний, потому что я был приглашен в качестве пресс-атташе Азия до Усы, и у меня вот больше воспоминаний, и то, не скажу, что и так много, все-таки это было какое-то неприличное большое количество лет назад, где-то мне иногда память подводит на такие вещи. Ну, с Алтын Алмой я тоже не очень хорошо помню, что там вообще было, но было, видимо, да? Видимо, было. Потому что вот вы сказали, Алтын Алмой, так вот точно, Алтын Алмой. Азия до Усы был признан и награжден множеством международных премий, в том числе лучший фестиваль мира. А Аканский фестиваль присудил премию за лучшую организацию песенного международного фестиваля. ФИДОВ, это Международная Федерация Фестивальных Организаций, присудила пресса и СМИ «Голотое кольцо мира». Очень многие говорят, что Азия до Усы закалила их. А вы какую-то закалку прошли, как журналисты, молодые журналисты того времени? Ну, конечно, во-первых, я очень сильно подтянул свой английский. Понятно, потому что мне приходилось общаться, да. То даже трудно было даже переводчиков найти, потому что мало было англоговорящих на двух языках людей. И мне приходилось самому часто выкручиваться. А во-вторых, общение с какими-то мэтрами мировой музыки. Ну, представляете, как вот встречать там, не знаю, Джо Бойт, который был продюсером британским, один из продюсеров в Pink Float. Вот я вот это... Можете представить, да, для молодого человека все-таки какой-то был такой челлендж, да, вызов. А я помню Патрицию Касс. А? Патрицию Касс помню. Ну, Патриция Касс уже была... Я уже не работал тогда. Потому что я, по-моему, работал только на первом и на втором. На втором итоге не знаю. Потому что мы с Женей Бычковым просто ушли, потому что начала меняться музыкальная концепция фестиваля, и мы ушли. Потому что нам казалось, что, скажем так, упрощение музыкального материала, это было не совсем наше. Потому что мы хотели привести действительно таких... Ну, как нам казалось тогда музыкантов такого серьезного мирового уровня, но Патриция Касс как-то не вписывалась в мои частности музыкальные пристрастия. Поэтому не могу сказать, что это для меня было открытием. Андрей, а вы как Патриция Касс? А вам нравится? Ну, она мне, конечно, нравится, безусловно. Она очень яркая исполнительница. И ее музыка... Она, может быть, мне тоже не, скажем так, не самая близкая по отношению к моим музыкальным предпочтениям. Но я, в общем-то, как человек абсолютно всеядный в отношении музыки, могу сказать, что однозначно Патриция Касс и ее музыка, это, ну, одна из, наверное, самых ярких вообще за всю историю такой французской популярной музыки. Ну, скажем так, конца 20-го, там, начала 21-го века, безусловно, очень хорошая, красивая, талантливая певица. Ну, я думаю, еще очень важно понять, что все-таки привести такого уровня звезду, как Патриция Касс, она тогда была звездой. То есть это все-таки был большой подвиг, да, для организаторов фестиваля. Надо отдать должное, там, другое дело. О музыкальных вкусах в Кусах же не спорят, поэтому я не стану этого делать. Но для публики это было, конечно, откровительно. Ну, и было большим престижем побывать на таком конкурсе, как Ася Долусы. Если судить по словам Мурата Иргалиева, он говорит, что это было престижно выступать на этом конкурсе, потому что конкурс уже на тот момент занял большие, был награжден большими межбородными премиями. Поэтому я думаю, что они с удовольствием приезжали. Ну, это же гонорары, не забывайте. Одно дело приезжать с удовольствием, другое дело оплачиваться с удовольствием. Так что нет, я бы не стал так идеализировать. Любой фестиваль – это большие деньги, в любом случае. То есть это большие деньги. И я же не думаю, что так было счастливо, что приехала бесплатно. Поэтому нет. Надо отдать должное организаторам, которые смогли найти деньги в те годы. Это было тяжело. Это было тяжело. Государство выступало спонсором, если я правильно помню. Но и тогда спонсоров было много, потому что тогда, если мне не изменять память, тогда можно было еще рекламировать я алкоголь и табак. И тогда, я думаю, что алкоголь и табачные компании тогда очень сильно хорошо давали денег. Ася Деусе организовала такие конкурсы, как «Алматы. Моя первая любовь» и «Жас Канат», на одном из которых выиграл Димаш Кадайберген. Как вам кажется, «Жас Канат» на самом деле является кузницей молодых профессионалов, профессиональных певцов? Ну, я могу сказать, что «Жас Канат» на самом деле явился для Казахстана, конечно, наверное, ну, прямо вот единственным таким и самым ярким фестивалем, конкурсом, где появились очень многие же наши сегодня известные исполнители. и, ну, на мой взгляд, по сегодняшний день, наверное, ну, не появилось ничего подобного. И «Жас Канат» это, конечно, ну, я думаю, что это, наверное, одна из главных, первых, скажем так, и главных таких кузнец творческих, красивых, творческих, ярких сил. А в Алматы «Моя первая любовь» вы не принимали участие, Андрей? Я принимал участие, да, «Алматы» — «Моя первая любовь», и я принимал участие как артист, и немножко там... Ты диджеил там? Я и диджеил там, да, и более того, там выступала моя супруга, я уже выступал как продюсер, скажем так. Да-да-да. Немножко там имел отношение к организации в один год. Ну, так, такое весьма осторожное. И потом несколько раз, да, на протяжении этого фестиваля, каким-то боком, но я принимал участие там в разных, скажем так, эпостасях. «Алматы» — «Моя первая любовь» — это вообще, надо сказать, наверное, что это вообще наш такой не столько казахстанский, сколько алматинский фестиваль. И всё-таки это более такой локальный, более такой местечковый. И не хочется говорить, ну, хотя это так и есть, может быть, не самое такое пафосное слово в данном случае. Но, тем не менее, всё-таки «Алматы. Моя первая любовь» — это фестиваль, ну, он не может сравниться с «Азией до усы», безусловно. Несмотря на то, что на этом фестивале выступали тоже наши казахстанские, в первую очередь, все главные творческие силы. И гости тоже туда приглашались, конечно, именитые. Но, наверное, по сравнению с «Азией до усы» это не тот масштаб. Я бы хотела сказать о рождении «Х-фактора». Рождение «Х-фактора», наверное, произошло на… таким плавным переходом с «Жастоната» является «Х-фактор». И мы знаем большое количество певцов, которые вырастил в Норберген Махамбетов. И я очень удивляюсь, почему до сих пор вы не открыли свой собственный продюсерский центр, потому что у вас такой большой опыт в Норберген. – Ой, нет, это не мое. Потому что я как бы… Во-первых, это Андрей подтвердит, это быть продюсером – это страшный геморрой. То есть это геморрой, и необходимо наличие большого количества свободных денег, чего у меня нет. Поэтому я как бы не ввязываюсь в эти дела. А продюсерство, тем более, с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Я просто общаюсь с артистами. Я вижу, как непросто все это происходит. И нет, у меня нет желания. Мне тоже очень многие спрашивают, почему я не занимаюсь. Я могу заниматься, но нет. Это для меня слишком… Послушайте, мне уже 60 лет. Мне вообще ничего не хочется, честно. Я уже просто вот так уже от всего этого устал. Уже просто хочется спокойной жизни. Я могу консультировать. Я консультирую всегда с удовольствием музыкантов. Я консультирую продюсера те же самые. Но работать в этом поле нет. Могу вот только для хвата сил на X-фактор. И то после каждого конкурса у меня обязательно случаются сбои в иммунной системе, потому что я слишком в это погружаюсь. И тяжело. А как можно на такой маленький промежуток времени вырастить из просто певца, из человека, просто имеющего хороший голос, из настоящего певца, артиста? Как это может быть? Ну, во-первых, условия конкурса очень жесткие. Там дается всего. То есть сначала же проходят отборочные туры, в которых мы выбираем людей, с которыми я уже точно знаю, что можно работать. То есть ты видишь потенциал, ты видишь, на что человек способен, ты видишь возможности его голоса. И ты выбираешь себе троих самых-самых, из тысяч, из тысяч. Потому что эти предварительные прослушивания – это просто сущий кошмар. Потому что ты отслушиваешь больше тысячи человек. И выбрать оттуда девятерых всего – это очень тяжело, правда. Это изматывает, потому что съемочные дни проходят… Ну, представьте себе, пять съемочных дней у нас отборочные туры с восьми утра до двух ночи с перерывом на один час в обед. И это бесконечно слушать-слушать. Ну, как-то везло, находим. Но когда они приезжают в Алмату уже, нам даются всего восемь недель, чтобы и каждый конкурс, каждый концерт даются совершенно разные задания. То есть от шансона до современной казахской эстрады. У тебя есть всего пять дней, пять вокальных репетиций каждый день. А все, ты начинаешь работать, ломать плевца. То есть многие же, как творческие личности, они же очень тяжело воспринимают любые советы, в любом случае. Потому что им кажется, что они уже хороши, а ты видишь, что это не так совершенно. Вот расскажу вам про Гулистан Ахмерова, которую вы видели. Она очень талантливая певица, но она так не пела. Она когда пришла, она пела, как Маша Распутина. Знаете, у нее такой грудной голос. И приходилось прям палками выбирать из нее, из этого добавлять жиркальских субтонов, добавлять нежности в голос и менять привычки, менять одежду. Менять характер. И это все, ну а куда деваться? То есть все через скандалы, через разбирательство. А потом, в конце, я всегда получаю огромное спасибо за то, что вы смогли раскрыть. И я пою теперь так, как я даже не представляла. То есть у нее есть способности, но она не знала возможности своего голоса. У меня есть же вокальный тренер, с которым мы постоянно занимаемся. И просто вытаскивали из нее вот эти ноты, от которых она даже не подозревала, что она может их взять. А оказывается, все возможно. То есть если базовое образование есть какое-то. Вот, так что вот так вот. Андрей, вы не следите за X-Factor? У вас есть любимая часть? Андрей, это как? Нет. Нет, признаюсь честно, да. Нурберген прав. Я не слежу за этим конкурсом. Не то, что он мне не интересен. Мне интересно все, что связано с творчеством, с музыкой. Я этим живу. Ну, выпускаете пару выпусков. Конечно, я смотрел несколько выпусков. Более того, меня приглашали, когда организовывался этот конкурс, меня приглашали участвовать в нем. И как раз приглашали и в жюри в том числе. Я отказался. У меня были там другие проекты. И когда я понял, что там будет очень серьезная загрузка вообще, я не смогу совмещать некоторые вещи, я отказался. Но я следил постольку-поскольку. Во-первых, потому что этим конкурсом занимались мои друзья, с которыми мы все время общаемся. И время от времени я что-то видел, какие-то выпуски, что-то я видел в Ютубе, потом уже что-то выложенное. Но, знаете, я еще не смотрел его по одной простой причине. У меня давным-давно нет телевизора дома. И поэтому, что происходит на телевидении, я знаю максимум из Ютуба и интернета. Объемный человек. А вот, Нордберген, вопрос такой. Такие передряги мы, видимо, наблюдаем за членами жюри. А вы потом остаетесь друзьями в итоге? Ну, да, но какой-то был сезон, где мы с Евой сильно подсапались на эфире. Мы с ней не разговаривали год потом. Просто год не разговаривали. Потому что у Евы она слишком чувствительная. Она очень впечатлительный человек. И даже когда бывают такие концерты, когда ты понимаешь, что слишком все гладко. Все такие красивые, все такие поющие. И это скучно. И я говорю, давай поругаемся. Давай. Мы начинаем ругаться в эфире, а у нее иногда зашкаливает ее. Она слишком воспринимает лично это. Часто бывает так. Хотя нет, ну, как бы мы ругаемся в эфире. Это же шоу. Кто будет смотреть вот это все прилизанное, гладкое? Кому это интересно сейчас? Сейчас людей нужно провоцировать на комментариях в соцсетях. Их нужно провоцировать своим поведением. Мне легко. Мне вообще поругаться в эфире нечего делать вообще. Это только так. Скажи просто и все. Я могу сорваться в три секунды. Но это не самоцель, конечно. То есть просто надо немножко взбодрить аудиторию. Они же очень чутко все реагируют. Они начинают там возмущаться все. Как вы можете так разговаривать? Это же некрасиво. Что такое вообще? Знаменитый случай, когда я шел один раз по улице, и навстречу идет ко мне какая-то бабуля и говорит. А, это же вы! Это вы с Е, вы так разговариваете? И начала меня... У него газетка была. Она начала меня хлистать. Прямо посчитала так. Как ты смеешь разговаривать с такой же... Такой тут цель достигнута. То, что надо, я как бы добился. Так что один раз уборщица в нашем жилом комплексе на меня набросилась в лифте со шваброй. Как вы смеете так с Нагимой Хабдуллой разговаривать? Она же народно-артистка. Я говорю, ну я больше не буду, хорошо, больше не буду. Звоню на Гиме, мы с ней поражали, конечно. С Нагимой вообще легко работать, потому что она тоже на раз может наехать, на раз может остыть. А так, конечно, мы друзья. Всегда мы шутим. Я хотела вспомнить несколько слов сказать о Владимире Рерихе. Вы же... О, да. Да? Хорошо знаете. Ну, я не очень хорошо его знал, но я безгранично его уважал всю жизнь. Безгранично. Обладать таким слогом, это просто такая зависть у меня была. Что как? Володя так разговаривал, писал, это просто невероятно. Я, если позволите, вставлюсь. Да, я тоже не был знаком близко с Владимиром, но могу сказать, что тоже, да, этот человек, во-первых, такого, скажем прямо, недюжинного интеллекта. И что мне всегда в нём нравилось, это наличие однозначного такого чёткого мнения, которое он всегда высказывал по-любому. Ну, не то, что по-любому, когда это надо было. И его мнение было всегда, ну, прямо скажем, такое неординарное. Даже по поводу каких-то таких простых банальных вещей. И сколько вот я, ну, был свидетелем, там, или редкое какое-то общение с ним. Это всегда прямо, то есть его вот эта вот харизма, его вот это вот такое мнение железное какое-то, прям сразу это бросалось в глаза. Это был человек прям такой, человек, машина. Какой-то хотел Владимир Владимирович, что он тоже был приглашён на наш канал, он выступал. И он был... А, да? Ага. Крутой. У него было в планах создание документального фильма, и он хотел пригласить, кстати, Димаша Кудайбергена. Ему очень нравилось творчество Димаша Кудайбергена. Вот. И мы очень много говорили, обсуждали очень многие вещи с Владимиром Рейхом, большой души, очень талантливый человек, высококлассный профессионал своего дела. Очень жаль, что его нет сейчас с нами. Я хотела бы тоже сказать несколько слов о Владимире Рейхе в контексте нашего разговора. Я хочу вернуться к концу 80-х, начала 90-х годов и вспомнить, наверное, то время, когда основными слоганами или, скажем, основной идеологией были такие слова, как гласность, перестройка. Откуда у вас зародилась в голове такая мысль создать цикл передач о зарубежных исполнителях? Честно говоря, у всех в памяти... Вот у меня лично в памяти два голоса. Это Димаша Кудайбергена Махамбетова и ваш, Андрей. А еще я помню Евгения Кучкова. Кучкова. Да, я очень хорошо помню ваши голоса. Почему-то я помню, что он, например, постоянно, вот когда выступит, расскажет, а потом говорил, ну все, мое время завершается, мы провели с вами рейтинги, а сейчас мы передаем слово молодому нашему журналисту Андрею Богомолову и слышим звонкий голос Андрея. Я очень хорошо помню и Нурбергена, и Андрея. Расскажите, Катя приняла. Ну, это касалось, наверное, радио все-таки было, да, уже? Вы работали на государственном радио тогда, тогда же еще независимых радио не было. На государственном радио, да, я же делал первую программу о зарубежной музыке, она называлась «Дансмерия», это государственный канал был, «Гостелерадио», «Канадская радио». И я делал эту программу, у меня в помощниках, кстати, я взял помощника молодого парнишку, его звали Арман Жан Байтасов, он был у меня помощником на программе. И мы с ним делали, да, эту программу, она была о зарубежной музыке. Я помню туда, ну, это, представляете, как все было в Ново, да, то есть на государственном радио программа о зарубежной музыке. Не сохранились, к сожалению, эти выпуски, я даже не помню там, о чем мы там говорили, но название, я помню, «Танстерия». Почему там «Танстерия»? Ну, как-то, наверное. Нет, ну, во мне всегда жила страсть хорошей музыки, и это все-таки была зарубежная музыка, тогда это вообще было тяжело, да, точников уже не было, каким-то образом мы доставали, все это крутили, я даже не представляю, как. Откуда эта информация о зарубежных исполнителях? Тогда у вас же не было зарубежного образования, или вы не слушали, вы слушали какое-то радио, может быть, какое-то зарубежное радио, откуда вы брали информацию, черпали информацию о зарубежных исполнителях? Что-то попадалось от обрывками, попадалось в прессе, я помню, что я ходил, очень часто ходил в библиотеку технической литературы, поздно, я такая была на Муканово и Высшей Комсомольской, там была большая библиотека технической литературы, они выписывали журналы зарубежные, вот я тогда начал их читать, как-то там свой английский имбрувить, видимо, оттуда что-то, потом постоянно служил в BBC на балконе, пытался выловить там что-то, когда совсем... Нурберген, извини, можно я вставлюсь? Вы знаете, дело в том, что вот, ну, когда я появился на радио, там уже был Нурберген, и когда мы познакомились, через некоторое время как-то у нас с Нурбергеном зашел разговор, я стал интересоваться вообще, ну, вот примерно задавать те же самые вопросы, и если ты помнишь, Нурберген рассказал мне, ну, такой факт из своей журналистской жизни, который меня, ну, просто очень поразил тогда, и я запомнил навсегда это. Нурберген, я не знаю, откуда ты их брал тогда, я не помню, польские журналы про музыку, и выяснилось, что для того, чтобы, да, их понимать, Нурберген выучил польский язык вообще по этим журналам, и очень много вот этой музыкальной информации по европейской, западной музыке Нурберген черпал оттуда. Для меня это был прямо очень серьезный, такой профессиональный критерий, человек просто для того, чтобы собирать информацию, выучил язык вообще. Ну, больше же не было никакой информации, приходилось, да, читать этот польский, немецкий, там, все это выуживать, выкраивать какую-то информацию. Но это было увлекательно, это было интересно. И было интересно по-польски. Не, по-польски я не говорю, но читать я могу и понять смысл, я уже с тех времен уже могу точно. Ну, это понятно, Нурберген, а вы, Андрей, вы же тоже вели эти передачи, и я помню, вы, это была музыка такая, которая просто сводила... Была разная музыка. Вы знаете, мне повезло, еще и, ну, я считаю, не только мне, а вообще всем тем, кто вот работал тогда на этой первой радиостанции, повезло с нашим продюсером, с нашим музыкальным директором Евгением Бычковым, который был очень такой прогрессивный, ну, и есть, собственно говоря, прогрессивный интеллектуальный человек, который еще и тянулся ко всему тоже самому новому. И он позволял тогда очень многое. Мне, например, он позволил на радио вести массу разных программ в абсолютно разных жанрах и направлениях. То есть я вел и программу по джазовой музыке. Причем тогда, в тот момент, эта программа у меня была уже в эфире, и через некоторое время появился в офисе у нас очень интересный, странный, ну, на первый взгляд, странноватый человек с такой абсолютно американской внешностью. Его звали Марк Хеннинг. Это был, помнишь, да, Набурген? Это был настоящий радио-диджей из Лос-Анджелеса. Он работал на джазовой радиостанции. Мне повезло с ним провести несколько программ. Кроме этого, в один момент стало понятно на радио, что должна быть не просто разная музыка, в том числе и новая музыка, и музыка, которая тогда стала только появляться. Это и электронная музыка, это танцевальная музыка. Это то, по сути, что никак не воспринимал наш программный директор Евгений Бычков. Он абсолютный рокер. Да, естественно. Но, тем не менее, надо ему отдать должное под натиском вот этого нового шквала, музыкального шквала. Он все-таки в один момент... Мы решили с ним, что такая музыка все-таки должна появляться у нас в эфире, и он мне позволил вести целую программу по именно вот этой новой танцевальной электронной музыке. То есть было очень много интересного и разного абсолютно. А начинал я, могу вам сказать, с чего это вы спрашиваете, началось у меня? У меня это все началось с прослушивания домашних пластинок, то есть в глубоком детстве. Я не помню, в прошлый раз я, по-моему, вам рассказывал. Может, нет. То есть у меня дома была большая коллекция пластинок. Мои родители, бабушка, дедушка, они еще были подписаны на все... То есть на журналы «Кругозор», если помните такие. Покупали пластинки, очень многие пластинки, в том числе и пластинки «Мелодии и ритма» зарубежной эстрады. И буквально вот там с первого, наверное, класса у меня проснулась страсть к прослушиванию музыки. И вот оттуда мне это стало все очень интересно. Ну и потом все это вот привело к тому, к чему привело. Ирина, а у вас в детстве тоже, может быть, была какая-то инфлюенция, которая вас мотивировала? А прослушаем? Ну да, у меня был сосед, звали его Саша, до сих пор помню. Он мне, не знаю, откуда он доставал этот винил, но он мне винил и проявил, что у меня какой-то там был дома. И он мне давал слушать «Битт Биттлз». Я помню, с чего и, собственно, у меня все началось. С «Биттлов» все началось. И оттуда у меня появилась страсть к изучению языка английского. Я вам скажу, что в конце 80-х была знаменитая... Андрей, знаете, что это или нет? Было знаменитое было место сходки меломанов. Это вот на месте нынешнего Оксая. И ничего не было. Тополя, да. Это было Тополя, и каждое воскресенье туда приезжало очень много людей. Тополя, они такие, знаете, были длинной косой, и простреливался вид. И туда приезжали люди обмениваться винилами, покупать продукты. Почему Тополя были? Потому что было видно, если вдруг будет облава ментов, облавы были постоянные, потому что это считалось фарцовкой. И все могли быстро разбежаться. И там сенсация всегда была. Какой-нибудь новый альбом, какой-нибудь там Назарет или Рахи привозили. И там просто люди умирали от счастья. Брали на неделю, чтобы записывать, перезаписывать, давать. И на тех Тополях, да, мы много, мы с Бычковым туда ездили, туда. И очень много музыки было интересной. Но это Тополя, да, это, конечно, целая история. Это не то, что было в «Орбите». Там была, по-моему, такая дискотека. Несколько раз была на этой дискотеке такая мощная. Там была на тот момент музыка. Не это вы примете? Нет, нет, нет. Это была не дискотека. Это было просто место, это как ярмарка была. А дискотеки они тоже были под вашим, так скажем, началом? Первые дискотеки? Нет, нет. Нет, я причем так плохо помню эти первые. Я был в первых дискотеках, я помню. Но самое главное, Андрей, была в этом же, да, в АХБК. Нам был клуб. Самая большая, да, самая большая дискотека была во Дворце культуры АХБК, где, собственно, я и начал свой творческий диджейский путь. Да, да, да. Она появилась там в 80-х, в начале 80-х. В 85-м году, получается, я там стал работать уже как диджей. Мы начали сначала как школьная дискотека, потом подросли и стали уже работать для взрослых. Тогда в Алма-Ате было, ну, три таких самых ярких дискотеки. Это дискотека в Полиграфисти, это была дискотека Подвиг и вот дискотека во Дворце культуры АХБК. Ну, вот наша, моя дискотека, где я работал, это была, конечно, самая такая крупная, потому что к нам на каждую дискотеку приходило тысяча человек, плюс-минус. Даже сейчас только не собирается дискотеки тогда. Да, да, да. Получается, вы опережали время, точно так же, как Катя Деусы, я говорила о том, что это был культурный шок на тот момент. Вы тоже как бы опережали время. Вы, по-моему, даже ваши вот эти циклы музыкальные, они, насколько я помню, тогда еще даже в Москве такого не было. То есть началось... Я думаю, это было точно, просто мы, не то, чтобы мы опережали время, мы пытались его догнать, да, то есть нам же хотелось что-то западного, нам хотелось, потому что все равно это было ориентиром. Где-то все эти знания же черпались, видели в журналах, я не знаю, там, на видео, может быть. И нам хотелось сделать что-то такое свое, видимо, да, Абри? И эти дискотеки, это как такое прямое отражение наших потаенных желаний сделать все фирменным, круто, да? Как могли, так и делали, да. Учитывая, что... Кстати, знаете, на Азия до усы я появился уже в качестве, скажем так, артиста однажды. Именно в качестве диджея на одном из фестивалей тогда уже был клуб, открылся Dance Club No.1. И от этого клуба мы тогда помогли... Ну, как помогли? То есть в этом клубе у нас стояла лазерная установка мощная, первая в Алма-Ате. И тогда организаторы Азия до усы, они попросили нас эту лазерную установку поставить на сцену Азия до усы. Мы ее поставили. И, кроме того, они попросили сделать небольшой блок такого дискотечного характера вот именно на фестивале. Я специально для этого написал такую небольшую композицию в стиле рэп модную. Да, выходил на сцену я и исполнял эту композицию. А после меня выходили группа «Мальчишник». Помните. Вот. И мы делали такую небольшую дискотеку в рамках фестиваля. И тогда я первый раз, ну, собственно, единственный именно как артист вышел на фестиваль Азия до усы. Да уж, это было круто. Это было эпично, да? Это было очень круто. Это было невероятно круто, потому что, ну, тогда, да, наверное, вот круче площадки не было такого масштаба и с таким количеством зрителей, и с таким количеством гостей. А уж тем более находиться, знаете, за кулисами, быть немножко причастным, да, ко всему этому со стороны кухни, это была вообще, это какая-то магия была. Потому что увидеть воочию каких-то людей, которых ты только видел, ну, на фотографиях, там, может быть, на каких-то редких видео, там. В моем случае так произошел вообще один такой эпохальный момент. Это был как раз вот первый фестиваль Азия до усына, который я попал тогда, уже работая на радио. И когда оформляли аккредитации на радио, я не попал в список аккредитованных. Но, тем не менее, наши вот ребята, которые работали параллельно на телевидении, они работали там. Я приехал туда, зашел в автобус в этот большой телевизионный, где работали наши друзья и коллеги. А я, надо сказать, что ехал туда, ну, с особым, естественно, чувством, понимая, что это такое, и одел свой белый костюм. У меня был новый белый костюм. Он такой почти классического вида, ну, такой пиджак, брюки. У меня была синяя такая водолазка яркая. То есть я оделся прям вот, ну, как артист. Короче говоря, я приехал, пытался найти аккредитацию, чтобы попасть вовнутрь уже туда, непосредственно в закулисье. И аккредитацию не нашел, потому что все работали, они им были все нужны. А тогда, ну, было очень все серьезно же. Была охрана, мало того, что милиция, были еще какое-то охранное агентство, которое охраняло артистов. Все вот эти вот закулисья, все это. И пройти через них просто так без аккредитации было очень сложно. И в автобусе, вот в этом телевизионном, я увидел, лежит магнитофон, журналистский магнитофон, репортер он назывался. Это для записи, ну, аудиоинтервью там и всего такого. Я, значит, быстренько сообразил, взял этот магнитофон, повесил его себе на плечо, взял в руки микрофон. И сквозь все кордоны, сквозь всю милицию и охрану я прошел. Никто не усомнился, что я не журналист, что я не работаю. У меня не висела эта аккредитация, никто меня не спросил об этом. Я зашел и прошел сразу. Это записывающее устройство, что ли? Ну, конечно. Ну, для охранников, знаете, и для милиционеров, особенно того времени, человек в белом костюме, у которого на плече висит магнитофон, в руках микрофон. Ну, понятно, что это не зрители и не какой-нибудь там зевак. Это человек в пределе. И понятно, что он здесь что-то делает. Поэтому меня никто ни о чем не спросил. Я прошел, в общем, вовнутрь и прошел уже туда, в трибуны, где были гримерки артистов. Причем я шел, не понимая, куда я иду, что я сейчас там увижу и куда я попаду. Мне надо было вовнутрь просто. И проходя мимо одной гримерки, я услышал, что где-то пробегающий какой-то человек говорит, так, Бонием, Бонием, через пять минут Бонием, идите подготовьте, их надо выпускать. И буквально в этом же коридоре, подойдя уже практически до конца коридора, открывается дверь из одной гримерок и оттуда выходит Бонием. Вот те настоящие Бонием, тогда еще был жив их солист, Бони, да, по-моему, его звали. Бонием, да, да, да. Я просто был, естественно, в абсолютном шоке. Да, да, да. Если вы были в белом костюме, то, конечно же, его... Да, да, да. Сила. И он меня как бы вот так вот приобнял за плечо, и я вместе с ним, мы идем по коридору, за нами выходят эти прекрасные дивы из Бонием, и вместе с ними мы проходим прямо до сцены. Все, естественно, видели, что я иду в обнимку с солистом Бонием. Ко мне, естественно, не было потом вообще никаких вопросов. Я проходил туда, куда нельзя. Меня никто не останавливал, и всем было абсолютно понятно, что, ну, я тот важный человек, у которого можно ничего не спрашивать. А если еще и взять во внимание то, что Бонием, я могу сказать абсолютно точно, что это вот та группа, а в частности песня «Сани» – это вот та, наверное, первая музыкальная, танцевальная композиция, которая на меня в детстве произвела самое вообще какое-то ошеломляющее впечатление. Это было в пионерском лагере, причем это был мой первый пионерский лагерь, я еще не ходил в школу. То есть мне было шесть лет, и попав на массовку тогда, дискотеки в пионерских игрях назывались массовками, и вот меня в составе нашего младшего отряда на открытии нам разрешили, естественно, быть на массовке допоздна. И, короче говоря, когда мы пришли вот на эту танцевальную площадку в лагере, первое, что я услышал, оказавшись рядом с колонкой, это вот это вступление вот этой песни «Сани», и вот это громкое звучание вообще вот этого вот все, я пережил мощнейшие впечатления в жизни, которые, мне кажется, повлияло вообще на то, чем я стал заниматься потом. И вот группа «Бонни М» через много-много лет вот так вот как-то мне удалось с ними прям воочию, что называется, пересечься на Азиадусы. Да, но в то время они же были на пике популярности. А, тогда они же были, да, самые-самые. Как их привезли, я вообще не представляю, как это тяжело было, представляешь, привезти в Казахстан, такую группу мирового уровня тогда. Я не представляю вообще, как это тяжело было. Но смогли, смогли. Ирина, а вы, может, тоже расскажете какое-то яркое такое впечатление, которое на вас произвело на Азиадусы? Ой, ну там все было. Первый концерт, там же сколько дней шел? Три дня, по-моему, большого. Я никогда не забуду, когда вот этот кошмар организационный закончился, и когда ты вот стоишь, и ты видишь результаты своего труда, и вот это вот небо, и вот этот звук там, ну тогда же был мощнейший звук. И ты стоишь, и тебя так переполняли чувства, что я, конечно, один из такой хайлайтов, да, своей жизни в карьере. Очень трудно забыть. Я не забуду вот эти поездки на автобусе из штаба, штаба в гостинице Казахстана, и мы на поездки на автобусе на Медео и обратно. Эти джем-сессионы в Казахстане после концерта, когда приезжали туда, и музыканты собирались просто где-то в зале, начинали играть кто на гитаре, кто на чем. Это тоже очень, ну, такие вещи как бы не забываются. Так, что-то конкретного, потому что слишком много было событий тогда, я не могу вспомнить. А вот какие-то общие ощущения, да, я помню. Знаете, вот когда я готовилась в нашей передаче, я просмотрела много материала, посмотрела, какие там были дожди, как Леонтьев попал под дождь, и с него капала эта вода, текла вода, и Ирина Понарокская, она просто вот завершала свое пение, разворачивалась и шла, значит, находилась со сцены. Там будет настолько, вот настолько надо было рискнуть, да, провести такое большое мероприятие в горах, когда погода была совершенно неустойчива. Я не знаю, это был большой унис на тот момент. В прошлом году тоже, когда делали, были дожди же были, страшный дождь был в первый день, там просто, помните, там суры падали просто от влаги на сцене, тоже было, конечно, нечто. Все сказали про акустику, какая там была акустика в горах, это вообще, это просто как будто на Марсе находишься, на природе, музыка, такой звук, это, конечно, всех нас впечатляло, но и организация этого мероприятия, если вы помните, вся дорога была перекрыта, да, Аня Део? Да. И шли пешком, люди, некоторым позволяли идти пешком, и люди шли пешком и пели песни, потому что это были первые годы независимости, они пели песни от чего, не от того, что вот, может быть, идут в компании, а они были впечатлены, то, что в первые годы независимости такое мероприятие проводилось, такое мощное мероприятие, это же мощнейшее мероприятие, было на тот период времени. Согласен, согласен. Это было, конечно, очень круто, потому что для того времени провести такой фестиваль, повторюсь еще раз, сделать его масштабным, мирового уровня, учитывая, как тяжело было, даже по той же логистике все это сделать, я вообще не представляю. Сейчас-то непросто, а тогда вообще непросто было, совсем причем. Сейчас Арман-Жан Байтаса взялся за это мероприятие вновь, вот два года назад он объявил о том, что хочет вновь возобновить Азию до усы в горах. Как вы относитесь к этому? У него получится это? Или все-таки тогда, тот период времени, и та организация, она была другой, она была на другом уровне? Может быть, какой-то азарт был у людей, какая-то вот мотивация создана? Ну, а Арман, надо сказать, что да, он взвалил на себя эту непосильную ношу, это тяжело, но, во-первых, сам факт, то, что он был помощником тогда в пресс-штабе и превратился в главного мецената спустя столько лет, как бы так символично, конечно, ему хочется сделать. Сейчас, я думаю, что у него может получиться, потому что сейчас, во-первых, не так сложно найти деньги на такой фестиваль, как это было в прошлый раз, в отличие от этого. Ну, первый вот опыт, то, что провели, это было очень впечатляюще. И артистов привезли хороших. Единственное, что я бы не стал делать его три дня, я бы сделал его два дня, потому что это тяжело, это тяжело делать. И я же сам работал перед Black Eyed Peas, ты же знаешь, Андрей, да? Я разогревал толпу перед Black Eyed Peas, и это было невероятно тяжело, потому что они опоздали, и мне сказали, что я буду играть 45 минут, в итоге я играл три часа. Можете представить, когда ты играешь три часа, и ты понимаешь, что народ ждет не тебя, он ждет артистов, и я там на сцене стою, я не знаю уже, что играть, и мне уже так тяжело, я уже маршрут, освободите меня, мне надо уже все, ну тяжело, потому что ты чувствуешь, что ты энергия, а ты вот стоишь, и перед тобой там 5000 человек, да? Это тяжело было, да? Это, конечно, тоже никогда не забуду, но ничего, выкрутился, выкрутился вроде. Но я видел, как все это организовано, это было нервотрепочно, но любой большой фестиваль это большая нервотрепка, любой фестиваль. А здесь, да, и потом проблема с доставкой людей, то есть людей же не убедишь, что не надо всем ехать на машинах, на Медео, не надо всем ехать, потому что Медео не вместит себя не резинами просто. Все же поехали на машинах, и в итоге половина людей не могли заехать, потому что там просто нет парковочных мест, и из-за этого были недомолки, тут были скандалы. Ну, как людям объяснить, что было 100 бесплатных автобусов, 100 автобусов, спокойно можно было доехать до Голосазии, прям до входа, спокойно зайти. Нет, мы же поедем на машине, у меня же машина есть. Вот поэтому, да, с этим были проблемы, конечно. Вот вы сейчас сказали о диджействе и Манбек. Вот это имя, ну, у всех нас на слуху, потому что он все-таки выиграл Грэмми. Как вы вообще относитесь к Манбеку? В тизелу работа будет диджеем, он же диджейский, у него же тоже пульт перед ним, он же просто так. Это же Андрея начали улыбаться. Ну, во-первых, общеизвестный факт, что Манбек как диджей не играет. Это все уже знают. Вместо него играет другой человек, в маске просто. Вот поэтому я не могу к нему относиться однозначно, как вы понимаете. Я думаю, что Андрюх, он за это время мог бы научиться уже дома сам играть. Но не играет. Ну, ладно. Выиграл Грэмми, молодец. Молодец, потому что попал в волну. Ну, то, что он сделал, это было очень, так сказать, своевременно. Как сказать, я же не знаю, Андрей. Помоги мне, Андрей. Нурберген просто яркий пример воспитанности, интеллигентности и всех подобных вообще эпитетов. Я выражу свое мнение, если позволите. Я не помню, я говорил, но в прошлый раз говорили об этом или нет. По-моему, вскоюсь. Совсем немножко. Ну, знаете, у меня есть определение для Иманбека. При всем при том, что я нисколько не умоляю его достоинства и таланта. Он у него, безусловно, есть. Но то, что он не диджей, это да, это факт. Все-таки диджейство, это немножко другое. То, чем занимается он, это композиторство, сейчас это называется битмейкерство, да, больше. Хотя с таким композиторским, скажем, налетом, потому что в любом случае композиторская фантазия там должна присутствовать, и она у него есть. Но откровенно вам могу сказать, я для него определил вот такое, скажем, высказывание, что это человек, который взял, скажем так, почти ну или незаряженное ружье, высунул его в окно и в абсолютно безоблачное небо стрельнул. Оно мало того, что стрельнуло, так еще и попало в ту самую утку, которая ему в итоге упала в руку уже в жареном виде. Вот мне кажется, с Иманбеком произошло примерно вот так. Опять же, я хочу сказать, что он не бесталанный человек, это безусловно. Но это случай, это, знаете, это вот, наверное, вот то, что происходит со многими и артистами, и певцами, и не только, у которых однажды звезды, космос, я не знаю, что еще сходится, вот все как-то в одном месте, все получается именно так, что в итоге вот то, что они сделали, а это, как правило, бывает один-единственный раз в их жизни, происходит, и у человека вдруг появляется что-то, например, грэмми. хотя я могу, опять же, вот с моей музыкальной, скажем, точки зрения, с продюсерской точки зрения, с точки зрения человека, который в том числе и делает подобную музыку, я бы не назвал это, то, что он сделал, вот этот ремикс, чем-то настолько выдающимся, настолько ярким и каким-то там супер-пупер необычным, что это прямо достойно грэмми. Ну, мне кажется, вообще, последнее время все эти награды и грэмми в том числе, они не всегда как-то так объективны, они не всегда, ну, во всяком случае, я не всегда согласен с этими премиями. Вы знаете, я хотела бы сказать, что вот мы бы, наверное, были бы все бы рады, и нам было бы все, нам бы очень всем хотелось бы, чтобы все ваши заслуги были учтены, и вы были награждены государственными наградами, потому что вы все-таки стояли в основе современной музыки в Казахстане. Вот не спорьте со мной, абсолютно, это по факту так и есть, особенно сейчас. То, скорее, наверное, это вы очень громко и пахмусно говорите, скорее мы с Норбергеном стояли, может быть, не столько у истоков там современной музыки, сколько, может быть, у истоков ее популяризации, и как бы, да, мы сделали, наверное, так, что эта музыка стала более доступной, ну, вот это, наверное, да, но в отношении того, чтобы прямо говорить, что мы вот прям стояли у истоков самой музыки, ну, не совсем это правильно, конечно, да, хотя тут вы абсолютно правы, например, Норберген, я считаю это, и это я вот говорю абсолютно искренне, даже невзирая на то, что сейчас вот Норберген сидит на меня смотрит и слышит, я не хочу ему польстить, что называется, но мое абсолютное убеждение, что это наш, наверное, первый и лучший музыкальный журналист в истории Казахстана, это абсолютно точно, то есть за все время, ну, круче, во всяком случае, я не знаю людей, кто бы так профессионально разбирался в музыке, кто бы мог ее вот так профессионально подать, кто бы мог заинтересовать, ну, я таких не встречал, ну, второй, Женя Бычков, который сейчас живет в Канаде, вот все, других людей я не знаю, в этом отношении, да, Норбергену я бы выдал Грэмми вот за это, точно. Да, спасибо, дорогой. Оля, Норберген, в этом году 60 лет исполняется, сколько профессиональной деятельности вашей, сколько лет? Ну, я, наверное, вот около 40, потому что я сразу, как закончил университет, сразу пошел работать в Кастак, сразу начал заниматься журналистикой, причем я взяли в Кастак, вначале командиром культуры, я был свидетелем невероятных изменений, как раз это была гласность, сначала гласность и перестройки, очень много интересных вещей было, потом был «Голос Азии», я с Кастак ушел сразу в «Голос Азии», а потом как-то все закрутилось, завертелось, радио, и вот, да, я думаю, что нам с Андреем мы можем быть горды и счастливы тем, что мы стояли именно у стоков независимого радиовещания, потому что мы же начинали, ну, по крайней мере, мы работали на первой независимой радиостанции Казахстана, я думаю, что там-то, конечно, воспоминаний вообще куча, и все это мы делали, и за это, да, если не Грэмми, то уж, по крайней мере, какой-нибудь там статуэтку можно было какую-нибудь дать, надо это. Я надеюсь, в следующий раз, когда будет открывать «Х-фактор», назовут ваше имя, скажут «Заслуженный деятель Республики Казахстан, Норд-Дерген», вот вы, и все, и все, тогда... Это будет забавно. Дай Бог, посмотрим. Это не пафосно, это заслужено. Спасибо. Вы сейчас на канале у Димаша Кудайбергена, он посвящен полностью его творчеству. Можно ли вы пожелаете что-нибудь нашему Димашу, нашему любимцу, потому что это как такой мини-фан-клуб наш канал. Ну, я глубоко уважаю Димаша, что он на музыкальную карту мира очень уверенно поставил Казахстан, знак Казахстана, потому что благодаря ему все-таки огромное количество фанатов по всему миру, я хотел пожелать бы ему, чтобы он продолжал радовать всех своей музыкой, продолжал выступать, неся всегда как бы флаг своей страны, музыкальное наследие нашей страны, и чтобы о нашей стране узнали все больше и больше, потому что это вечная проблема. То есть понятно, что благодаря Димашу очень много именно людей узнал о том, что есть такая страна Казахстан, скажем честно, и за это ему можно спокойно дать народного артиста Казахстана, потому что сколько он сделал для поляризации Казахстана на мировой сцене и вообще в мире, наверное, не сделал никто. Он же уже народный артист. А, уже народный артист. Ну, я даже не знаю. Ну, то, что повторюсь, что никто не делал столько усилий не предпринимал для узнавания нашей страны, сколько Димаша. Это совершенно точно. Наверное, я такое пожелание хочу высказать в отношении Димаша. То есть мы в прошлый раз с вами о нем говорили и мое мнение вам известно. Безусловно, я считаю его очень талантливым вокалистом, очень ярким явлением в этом плане. Но я очень бы хотел, чтобы в ближайшее время у него появился его собственный интересный материал, достойный материал, достойный его таланта. И мне бы очень хотелось, чтобы уже о Димаше говорили не просто как каком-то исполнителе или артисте, который представляет Казахстан. Я бы ему пожелал, чтобы при слове Димаш возникали исключительно вот те эмоции, которые у нас возникают при произнесении таких имен, как Элтон Джон, я не знаю, Майкл Джексон, да, да, и еще целый ряд вот таких имен, которых абсолютно не нужно привязывать ни к чему, ни к стране, ни, ну вообще абсолютно. То есть это явление уже мирового масштаба в первую очередь благодаря тому, что у него есть вот именно тот самый свой материал, те самые песни, которые делают его вот той величиной в творческом смысле. Мне очень хочется, чтобы у него появился один, я не знаю, или целая команда каких-то композиторов и авторов, которые бы сделали ему в ближайшее время очень хороший альбом, например, ну или хотя бы несколько синглов, которые бы стали прямо вот в мировом значении, ну вот прямо такие, которые бы однозначно были его вот такой визитной карточкой. Вот я бы хотел вам это очень пожелать. визитной визитной к